Всем привет, друзья! На обзоре топовая рама Diatone GT2 с Banggood. Стоимость рамы более 60 долларов, примерно 62-65 долларов. И сейчас мы проверим, стоит ли эта рама от таких вложений. Поставляется на вакуумированном пакете. Я первый раз такое вижу. Он очень плоский. И смотрим, что находится внутри. Значит, очень сильно помятые наклейки Diatone. Ладно, я воздержусь на радком комментариев о надобности вакуумации, которая портит внешний вид наклеек. Так, неужели инструкция? Я дождался. В этом пакете действительно находилась полноценная инструкция по сборке. Очень круто. Ну, просто наконец-то хоть какой-то производитель сделал полноценную инструкцию, в которой все расписано, что куда крутить, какими болтами. Просто супер. Далее, значит, в этом пакетике находятся вот такие вот липучки. Смотрим на качество. Раз, два и три. Они супер прорезиненные, как будто бы в какой-то смазке. Скольжение очень даже низкое. класс. Я думаю, что аккумулятор они будут держать очень хорошо. Липучек у нас получается три. И давайте прикинем теперь их не размер. Получается, что размер всех трех липучек одинаковый. И он имеет оригинальное логотипо Diatone. Двухсторонний премскотч. Светодиоды целых четыре вот таких вот полосочки. Опять же, в лакуумном пакете. Но я не уверен, что я их буду использовать. Потому что, ну, оно, конечно, красиво. Но будут они отрываться на раз. Плюс их нужно будет в термоусадочку. Обязательно. Контакты здесь ничем не закрыты. Если их просто на карбон положить, однозначно ничего хорошего из этого не выйдет. Они скорее всего имеют один цвет. И в комплекте такой вот стабилизатор на 12 вольт поставляется. Собственно, с помощью этого стабилизатора, по идее, должны питаться наши светодиодики. Так как на 4s их нельзя подключать напрямую. Целый пакет с крепежом. Все по пакетикам разложено. Все очень круто, красиво. Ну, просто бомба. Я распаковываю эту раму и радуюсь, потому что я ее заказал. К качеству карбона сейчас вернемся. Для начала последний пакетик открою, в котором находятся вот такие вот алюминиевые крепежи. Они нереально легкие, буквально просто невесомые. Супер. Так, переходим к основной раме. Мое любимое слово, это какая-то жесть. Я настолько качественного карбона, продукта еще не видел. Она 5-мм, друзья. 5 мм, это не шутки. Я даже не обратил сначала внимание. Она реально 5-мм. Такая мощная, такая крепкая. Никаких люфтов нет. Смотрите. Прилагаю приличной силы. Она практически не гнется. Далее. Карбон вскрыт каким-то видом лака. Он глянцевый, он блестящий. Он просто обалденный. Он манит к себе и манит. Здесь есть логотип Крусадер. Здесь тоже Крусадер, Крусадер, Крусадер. Собственно, на каждом луче по логотипу Крусадер. Качество карбона, качество порезки, качество торцов. Обратите внимание, у него полностью вся рама покрыта этим защитным лаком. И это должно быть просто очень и очень круто и очень надежно. Блин, ну очень приятный, конечно, карбон. Настолько качественного товара у меня просто еще не было. Даже вот такая вот конструкция из примерно миллиметрового или полтора миллиметрового карбона. Она тоже покрыта лаком. Она очень крепкая, красивая, такая гладкая. Вообще супер. Не остается никакой трухи на руках, потому что фактически карбона вы не касаетесь. Вот такая вот есть прокладочка, которую можно будет подложить под плату распределения питания. И здесь карбончик тоже покрыт лаком. В общем, участков чистого карбона фактически здесь нет. И теперь я понимаю этот нюанс. То есть сюда можно без проблем прямо на луч наверное регулятор ложить и эти вот светодиодные модули и короткого замыкания никакого не будет. Итак, друзья, сейчас перейду к сборке этой рамы. Как бы имея инструкцию, ничего сложного здесь не должно быть. И после сборочки вернусь к видео и покажу, что у меня получилось. Итак, друзья, рама собрана. Сборка оказалась очень легкой благодаря инструкции. Здесь действительно есть вся информация касаемо сборки и даже какие болты куда крутить. Очень простая реально сборка. Никаких трудностей, все зазоры, все идеально. Придраться действительно просто не к чему. Карбон удивительный. Качество материалов просто без каких-либо изъянов. Моя любимая рама скорее всего станет. Конечно же, друзья, поговорим о весе этой рамы. 5 миллиметров это не шутки и это ее как плюс, так и небольшой минус. Плюс в том, что я думаю, что 5 миллиметров сломать будет практически нереально. А минус в том, что я привык собирать клады в районе 300 грамм. Думаю, что с этой рамой в 300 грамм я никак не влезу абсолютно. Смотрим. Голая рама весит 91 грамм. Но обратите внимание, друзья, я ее взвешиваю без вот такой вот подставочки и без крепежов, которые, собственно, ее будут удерживать. Что делает данная подставочка, проставочка, крепежик? В общем, она крепится вот сюда, буквально этими четырьмя такими болтиками. Болтики, кстати, потом станут стойками, на которых будет установлен контроллер или плата распределения питания. И эта такая вот проставочка дает нам возможность очень легко и быстро менять липучки, порватые липучки без разборки всего квада. Это просто какое-то достижение. То есть, если в других рамах нужно отпускать болты, поднимать плату распределения питания и пытаться каким-то там чудом вытащить оттуда порватую липучку, то здесь она будет меняться буквально одним движением. Но смотрите, что мы можем сделать. Мы можем не пользоваться вообще этой штукенцией и просто по старинке продевать липучку через всю раму. Единственное, что я не уверен, что платят стоковые липучки. Она довольно-таки короткая и рассчитана на установку с помощью родного крепежа. Но если все это дело нас установить на весы, 92 грамма весила рано, а если добавить все эти элементы, мы в соточку входим 100 грамм. Также обязательным элементом является электрическая проставка. Если вы не будете использовать оригинальный видеопередатчик или же оригинальный SPA Racing с интегрированным видеопередатчиком на Diatone, тогда нужно будет использовать вот эту штуковинку и вес 101 грамм. Немного, бывало и хуже, но и немало. Но если учесть, что здесь 5 миллиметров, в принципе, я считаю, это нормально. Такие есть аналоги. Вот сейчас у меня на руках есть еще несколько рам. Топ-сектор это iFlight X5. Она же Zorro Race. Немножко ее суперклеем проклеил. Буду готовиться к сборке. Опять же, без суперклея она не будет такой жесткой на ударах с торцов. То есть суперклеем однозначно нужно все это дело заливать. Обратите внимание, как я это сделал. Берите тоже на заметку. Значит, пукательство карбона сложно разравнивать, собственно, потому что у Diatone карбон скрыт лаком. Но однозначно этот квадрик тоже очень-очень приятный. Здесь никакой карбоновой трухи и каких-то проблем при сборке я не заметил. Рама, кстати, очень легкая. Всего 81 грамм. И тоже у нее башня алюминиевая. Но обратите внимание на высоту башни. Если здесь вот у нас на iFlight X5 Zorro приличная высота, сюда можно будет без проблем все железо нафаршировать. То у Diatone здесь низкий профиль, очень низкий. И буквально, вот я сейчас даже ниже немножко iFlight расположил, а она все равно на полтора сантиметра выше, может быть даже на два, чем Diatone. То есть в Diatone еще нужно будет постараться все железо правильно уложить. Карбон плетение, ну, как бы сложно сказать. Немножко отличается у Diatone вообще получается поперечное плетение, а у iFlight по диагонали. И есть у меня дешевая рама для сравнения. Это Риолаковский суперлегкий крест. Она какая-то подозрительно огромная по сравнению с Diatone. Но что я здесь вижу? Вижу плохо обработанные торцы. Да и вообще, собственно, смотрите на торец. Он полностью-полностью сухой. Как будто бы там смолы в торце абсолютно нет. Поэтому, думаю, вы догадываетесь, что будет с таким карбоном прикрашен. И еще раз смотрим теперь на торец нашей дорогой рамы Diatone. Конечно же, вскрытым лаком, но я думаю, что там со смолой все очень хорошо. И, друзья, подходим к выводу. У меня на руках три современные рамы. Расположу их, наверное, по весу и по стоимости. 65 долларов стоит самая дорогая Diatone GT2 рама. Очень качественная, но очень низкопрофильная. И по поводу курсовой камеры не забываем, что она будет торчать далеко за пределы рамы. То есть примерно до моего пальца. И при крашах будет доставать до линзы. Но что я вам скажу, друзья? Я полетал на разных рамах, разных квадах. Видел информацию от разных пилотов. До линзы можно достать абсолютно в любом кваде. Даже если линза будет полностью защищена пластиком или же карбоном рамы. Все это дело поправимо. Я имею ввиду прикрашиваться. Все это дело абсолютно реально. Сломать линзу можно на любой раме. Здесь линза немного защищена. Рама полегче. Но она довольно высокая по сравнению с Diatone. Diatone, мне кажется, из них двоих будет наваливать лучше. Из-за лучшей аэродинамики. И последняя рама дешевенькая, Риолаковская. Как говорят, это копия какой-то рамы из РЦДизайна. Российский форум. Там, по крайней мере, эту раму разработали. Ну, я сразу вижу, что она такая, вот смотрите. Пим-пим-пим-пим-пим-пим. Я прилагаю, ну, такое среднее, абсолютное усилие. И она гнется. Проверим на этой раме. Не гнется она практически вообще никак. Хотя тоже 4-х миллиметровка. 4-х миллиметра, 4-х миллиметра. И Diatone'овская рама, думаю, вообще она никак гнуться не будет. Да, еще меньше гнется, чем обзору Рейс. Вот и все, друзья. Топовая рама была на обзоре. Это Diatone GT2. Очень красивая, очень такая насыщенная, качественная рама. Рама, вес клада в сборе, на ней можно выйти где-то в 330 грамм. Но он будет, скорее всего, лучше наваливать, лучше лететь, чем даже вот такая вот рамка, которая хоть и полегче, но она повыше. Как ни крути, законы физики и аэродинамики никто не отменял. Эта рама должна, собственно, тоже неплохо наваливать, но я уверен, что она будет ломаться от таких вот каких-то средних крашей. У нее тонкие лучи и дешевый карбон. Законы рамостроения тоже никто не отменял. Чем дешевле вы покупаете раму, тем, конечно же, там будет хуже карбон. Реолак не самый худший вариант, но имеем, что имеем. 25 долларов и летает, ломается она примерно на своих 25 долларов. Вот такую вот раму, скорее всего, сломать будет просто нереально. И я уверен, что все запчасти на нее есть или будут в продаже. Всем спасибо за внимание, друзья. Ссылка на эту раму будет находиться в описании под видео. На эту раму и на эту раму я также ранее делал обзоры. Не забывайте их посмотреть, они есть на канале. Задавайте свои вопросы в комментариях под видео или в моей группе ВКонтакте на стене. Обязательно постараюсь на них ответить. И рано или поздно я надеюсь, что соберу какой-нибудь квадрик на этой раме и мы ее облетаем. Увидимся в новых тестах. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!